продолжаем вести из полей на мастер-класс очередной раз то шестое занятие меня с ним всего дима и дима могу вам сказать пампит уже очень-очень хорошо то есть учитывая время которое он потратил в своей жизни на это это прям супер мы уже рассматриваем нюансы сегодня всякие тонкие которые оптимизируют существующий пампинг то есть базовая у него уже понимание очень хорошее ему а наш общий знакомый дал сегодня карус на мастер-класс никита мы его тоже показывали просто вот и дима сейчас просто отжигает вообще камера будет немножко трястись у меня нет стаба поэтому прошу прощения сейчас он использует технику когда он зажимает тело и делать более частые сдвиги она очень эффективна на серфскейте а здесь ее надо модифицировать добавлением . дима вот то что в конце сделал ты специально это поделаешь до зажался вот а теперь добавляй к ним толчки которые мы с тобой на кругах отрабатывали короткие жесткие и почувствуешь насколько сразу легче будет все это делать только нужно фазу вот точно поймать в какой момент нажимать но мне кажется ты очень интуитивен в этом поэтому большой сложности для это не будет представлять да я уже об этом упомянул да спасибо никите за то что такие подгоны делает своим друзьям не-не-не ты начинаешь чистоту делать такую что у тебя волна укладывается два раза в тело нужно чтобы все тело работало но жестче и короче понимаешь идею то есть до коленки нужно минимизировать вот я не знаю как это показать тебе не знаю как нам это над я камеру отдать просто так даже если не видишь там примерно держи поедем да погнали я буду показывать диме как добавить панкин короткие жесткие кончики когда мы уже ускоряюсь может быть первых сможет не обогнать что они на этого снимала когда мы делаем пампинг очень быстрый жесткий там скорость уже 20 плюс и оператору просто не догнать либо камера трясется вся либо встает поэтому на чем потому что на каком диалекте понимали это обычный так сейчас я буду разворачиваться василий делает это очень ловко а мы пока только учимся блин классно но это такой элемент непростой я бы сказал там самое важное перестать делить тело пополам как фирскейт то есть мы не работаем как бы верхом и низом в противофазе работаем всем делом как напряженный такой как рессоры понимаешь это тело должно как бина и рессоры по которой ударили по центру он звенит и вот это вот колебания вот такое должно быть не вот такой смотри вот показывать рукой это пампинг дугами а мы потом зажимаем и рессор делаем жестче получается более часто движение плавника в момент прохода через центр сообщается короткий жесткий толчок блин представляешь это когда-то он он не занят уже страны как правильно показывают ты уже умеешь что делать можно если забываешь вот покажи как ты научился делать толчки по кругу короткие вот то что мы сегодня делать чтобы может быть сайт начать то есть задача у нас какая мы входим в круг сначала дугами активными потом минимизируем эти дуги до даже не не сами дуги от движения тела по дугам до коротких жестких то есть мы начинаем как будто собираться вокруг центра к вертикальной оси и просто короткие такие толчки начинают работать очень хорошо вот сейчас показывает вот супер поймал уже коленки перестали гулять давай такой же попробуем фронтсайд сделать дима с фронтсайдом пока не очень понял ему немножко не хватает вот попробуй когда делаешь фронтсайд коленки чуть да ты все правильно показываешь чуть меньше коленями вихляй у тебя будет ощущение что руки вообще не нужны если правильно делать это вот но это опять серфовая тема так да все правильно показываешь нет сейчас чуть хуже стал вот когда ехал вниз по дуге вот сейчас был хорош кусочек ты не за нас этот не ощущаешь до конца он стопах больше секрет стопах то есть когда ты работаешь просто карандашом втыкаешься он хуже тебе нужно чтобы стопа чуть-чуть имела свойство плавника немножко до доводила как кончиком хвоста кошка шевелит вот такое же стопами движение должно добавляться да похоже вот и она вы должно вокруг центра собираться но сейчас ты немножко уже начинаешь плечи включать хотя вот до этого был кусочек отказ лежал опять очень хороший то есть критерий что правильно делаешь у тебя в центре начинает уплотнение такое прям физически ощущаться ты собираешься вокруг вертикальной оси более компактно становишься то есть вот эти вот движения амплитудный пак с которых мы начинаем они минимизируются и ты становишься жестче и прочнее условно говоря и получается толчки без потерь я просто наш почему у меня смущает что когда я смотрю как ты это делаешь мне кажется со стороны это не так выглядит то есть такое чувство что я не правильно делала потому что потом посмотрим на видео разбор будет и тебя и меня будет видно но у тебя понимаешь ты сейчас в ловушке того что тебе сергейт дал там поперечная работа гораздо важнее и там ты зажимаешь что поперек быть более жестким зонс ловить а толчки там мало применимы а здесь они как раз добавляют очень сильный вот выйти за рамки у того что ты сергейт дал это надо постараться то есть как это можно сделать двух сторон идти к этому то есть сначала отработать ты уже в принципе отработал до группировку вокруг центра минимизируя вращение а теперь поработаны точками отдельно от этого вообще то есть что ты про вертикальную работу за сегодня понял вот все вещи которые у тебя начали в шевелиться внутри когда ты про flex доски спрашивал меня так ли ты его используешь то есть вот есть же разные моменты ты можешь сделать большую дугу и продавить ее сильно и плавно выйти как с батута а можешь сделать такой толчок как будто отбойный молоток работает в обоих случаях какой-то эффект возникает какой надо чувствовать телом и пробовать его применить то есть так я бы приколирки на вас делать поехать дугами с хорошими толчками то есть что прямо пускай что ты бы кого-то тест на flex делаешь постепенно дуги будут уменьшаться а flex будет использоваться более острого точечно то есть не вверх-вниз а вверх отскоком то есть не вверх-вниз со скоком до отскок будет приводить к сдвигу доски и мгновенному нажиму уже со сдвигом в другую сторону получается мы вместо прыжков вот я пальцами показываю вперед-назад вперед-назад мы начинаем точечно как будто мы знаешь когда ножик ножиком ладошку кладут и ножиком между пальцев тыквы вот примерно про это речь идет вот такая частота и такая же жесткость я как бы чувствую какой-то момент нужно чтобы тело по частоту 3 просто наверно может быть прав сказал что сервский от меня немного здесь потому что там такие более резко не езда штуки а здесь ты должен замедлиться весь ты должен какой-то ритм войти там главный учитывая сколько ты всего времени катаешься я не сомневаюсь что в этом сезоне это это все точно сделать потому что ты настолько быстро прогрессируешь пробуя все что пробуешь вот обычно у людей несколько сезонов на это уходит поэтому самое главное что обратную связь ловишь и скорее всего поймаешь ты inside никогда тренируешься когда потренировался все задолбало едешь просто забыв про всю голову выключаешь и тело начинает вдруг из этих деталек собирать то что ему как бы больше все подходит так и есть на тренировках это как бы как что-то запоминает пазлы загружаем в тело а потом она начинается морка как во сне до менделеев таблицу придумал эту так и мы такой чел до чем все не что это в индии мы сейчас да такие у нас на севере катается такой в тюпетейке такой как индус так на велике такой скрюченный такая у них детей как красиво фиолетовая в телефоне вот так крутит педали все и едет куда-то постоянно ну что попробуем может начать более амплитудных дуг именно ты типа тестируешь flex давай как тело работает со flex до недостаточно не в принципе ты хорошие движения делаешь правильные вот вот сейчас нажим появляется критерий того что правильный нажим у нас увеличивается звук от колес момент сдвига он более такой громкий как бы дар то есть придавленное колесо при сдвиге дает больший звук и больше разгон соответственно да и не пытайтесь все это делать на обычных лонгах с места если сложно лучше набрать скорость предварительные проще будет резонанс этот нащупать этим конечно машина прям неутомимая все правильно это делаешь и вот смотри следующий этап какой так тебе одно учиться начинать скорость нормально поворачиваться вот объясню сейчас ты очень близко подошел к тому что я показывал вот ты когда делал в последние там метров 10 практически это идеально для того чтобы начать увеличивать частоту сохраняя нажим не серфовой техникой а сохраняя эту технику просто ее как бы сжимая вот ладошки сложи вместе покажу на видео ребят вот я не нет но можно тогда вот я кончики пальцев сую в чель это условно говоря мои ноги применительно к доске при технике амплитудной которая в начале у нас да вот дальше я напрягаю больше кисть и не сам мотаюсь вокруг ладошек начинаю мотать напряженной кистью диму вокруг ладони то есть идея именно в этом понимаешь мы напрягаем тело здесь и в ноги идет больше усилия более жесткая упругая звенящая своего рода сохранением артикальной работы она просто минимизируется если ты делал большую дугу то здесь эта большая дуга она просто по времени дольше чем сдвиг она не нужна такая длинная короткий жесткий толчок он уже успевает всю работу произвести вот и все ты нащупаешь это сто процентов сейчас может быть не с первой попытки но точно нащупаешь потому что у тебя очень тело хорошо собирает информацию происходящим интуитивно очень но нет опять стал серф скейт использовать хотя сами по себе движение очень правильное то есть он умеет собираться это круто не все так умеют делать именно делая более жестким тело компенсируя хлипкость подвесок скажем так не хлипкость чувствительность если хочешь я тебе дам свою с первым флексом может на ней повороте была разница или нет скорость бешеная я понимаю коротких и там в конце немножко еще страшновато потому что заканчивается дорожкой надо что-то успеть сделать все на скорости страшновато поэтому ты так делаешь она еще так рельет думаешь ну согласен да то есть тут это но вообще на самом деле круто очень потому что ты ну гораздо быстрее все это делаешь чем среднем люди могут именно осваивать да потому что видим это очень хорошо собираешь обратную связь от всего что происходит и быстро корректируешь и давай-давай конечно это у меня здесь flex 1 уже подвески бер 1 6 пушинги народ сайте веном и нет наоборот аборт сайте веном и на род сайте липтайт голову волну стало поделать намного лучше что отчасти влияет все таки конструктив да молодец справился коленки сгибай сильно сгибай колени сгибай списаться можно больше на носки загружать куша сейчас вот прям хорошо сделал может цвет на флекс доски тебе этот мал точно наоборот велик второе на первом тело у тебя вот и прям бодро очень в конце ехала не было ощущение что ты сейчас в разнос пойдешь даже запас какой-то ощущался кстати еще и подумал по поводу бушингов на доске который подо мной стоят оранжевые ниппели а для дима нужно фиолетовый явно просто мягковат забыл сказать тебе сейчас на камеру сказал поймать короче на вот эту доску который подо мной сейчас для тебя нужны другие бушинги фиолетовый не оранжевый они просто проглатывают большую часть усилия твоего не дают обратной связи ну проваливалась да то есть под никиту нормально оранжевого никита весит килограмм на 20 минимум меньше чем ты потому что он весит в районе там говорит говорил до 70 вообще а ты сейчас стоишь вот тут 30 килограмм нет это просто большая действительно для такого снаряда вот либо мы их можем затянуть на смысл большого не вижу то есть они ну немножко можно подтянуть они будут есть запас до по регулировке здесь вообще-то будет немножко не сказать сейчас она идеально пропорции ее флекса и отдачи от бушингов очень хорошие не хотел сейчас ее перетягивать вот поэтому под каждый флекс доски лучше всего свой тоже бушинг сад и в идеале доска под весом райдера должна примерно одинаково давать ощущение от продавливания и от упругости бушингов то есть это должно быть где-то плюс-минус близко если жесткая дека бушинги расслабленные тоже неприятно и наоборот еще хуже бывает когда жестко затянутая любушка не каменная дека с большим флексом это тоже такое порно на нем много не покатаешься на 100 мне прям понравилось что еще бы по отрабатывать тебе можно было вот движение по кругу который мы делали его нужно делать больше частотой и двигаться состояние внутреннего что ты там хотя бы три круга делаешь не сдыхая то есть отдыхать будешь если техника сильно неправильно и ты будешь уматываться уже после первого если ты поймал то короткие жесткие толчки ты прям реально можешь почилить немножко круги то есть и критерий того что правильно делаешь руки можно убрать за спину сложить на груди вообще не использовать плечевой пояс он даже не подкручивает от центра в ноги вся работа вот эти толчками делается этого достаточно это как раз это не то чтобы прям памп в чистом виде это инструмент для настройки вот этого резонанса правильного до минимизация потерь когда мы уже едем по прямой вот это очень хорошо работает и еще из полезного что мы сегодня сделаем с тобой обязательно нам нужно научиться закрывать дуги меньшего радиуса чем ты сейчас делаешь за счет того что мы приседаем низко достаточно да и задавливаем согнутыми коленями края это при фронт сайде а при бэк сайде сильно скручиваемся с приседом потому что ты там ехал с такой скоростью что ну надо уметь или гасить скорость дугами или вы уже прямо с одной дуги заходить в поворот с небольшим проскальзыванием иначе просто это небезопасно становится тормозить на такой скорости ногой об асфальт можно но таких киркет надолго не плачет и это не очень красиво и пугает людей встал давай еще попробуем я бы попробовал с дугой по кругу поездить и минимизировать амплитуду движения короткие толчки вверх выключаем и чувствуем что просто вот так 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 то что там это нам тренировать вот я сейчас на месте для движения покажи его нет она короче еще и чаще да вот все все тело стрясается немножко потому что она всей своей массы работы до верхний нужен здесь то есть вы эти скрутки они уже уходят как то чтобы рудимент но вот при таком типе движения они лишние можно без них обойтись так я пока выключу чтобы не перегревать телефон потом включусь когда что-то интересное этот поделали с димой крутые повороты с заездом на грунт как тебе кстати понравилось да и еще мелочь которая делала не всегда есть телесные нюансы которые да очень можно поставить глядя на только делает другой не всегда понятно за счет чего не это получается сейчас с димой сделаем такое как сказать итог занятия прокатимся поделываем несколько вещей из нового что мы сегодня применяли я посмотрю насколько это все органично у него в тело зашло с димой вообще можно шикарный контент делать каждый раз когда он приходит он и показывает многое говорит хорошо и открыто искренне так часто начал опять семенить немножко по положению рук это было видно когда человек делает такие семенящие вращения зажатые как на сервискете у него руки начинают подрабатывать прижимаясь к телу а если это движение с толчками руки там не участвуют и не нужно зажимать так вот супер звуки прям шикарные да 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 вот эти толчки смотрите какие короткие движения по амплитуде и при этом круг спокойно себе человек продолжает и даже в горку супер зачет замечаешь вот как медленные вязкие круги они тебя тормозят короткие жесткие они не успевают поймать этот момент самоторможения да когда ты возвращаешься из дуги и в целом бодрое такое катание пампинг выглядит таким более живым когда человек умеет короткие жесткие движения добавлять него не то чтобы только за счет них пампить но они должны быть в арсенале как инструмент много времени сейчас Дима будет еще поворачивать здесь мы сегодня учились вписываться но сейчас услышится запас да нормально еще запас был могу чуть сильнее присесть еще было бы в минус сантиметров 30 вот-вот шикарно и вот эти две скорость все правильно делать можно просто чуть-чуть сильнее доску разворачивать чуть больше поперек и на долю секунды дольше держать усилия на колесах назад нормально все правильное направление делаешь в остальное оно должно постепенно ложиться сняла сразу экстремально делать кстати через давай через это ощущение кстати можно понять как в принципе выход на слайд происходит то есть сама механика и усилия вверх шикарно молодец красава кстати вот то что сейчас только что делал это уже похоже с одной стороны на спецчеки начальной фазе немножко напоминает по-другому вход делается но также доска будет хвостом билять а второй момент тебе гораздо более интересный на серф скейте когда ты объезжаешь препятствий часто расположены ты будешь работать корпусом вниз выталкиваем ноги а плечи поэтому подниматься не будут то есть очень важно чтобы мы тело будет двигаться по прямой а нижняя часть этого тела будет выталкивать доску влево и вправо объезжая препятствия здесь похоже механику я еще кадры эпичные снял прям снизу молодец торможение в траву попробуйте кто не пробовал это не так просто мы на базе это обычно даем всем правильный упор на виду не совсем большой мучиться себя много это средний я думаю что вот по такому сухому как здесь покрытие я могу метров на 20 заехать на скорости в траву совершенно спокойно там просто на большой скорости ты уже нивелируешь вот эти все мелкие грехи как бы до покрытия и чем она ниже скорости больше сопротивления главное в конце не воткнуться передними колесами чуть-чуть сильнее присесть на заднюю ось и упор держать но ты все интуитивно правильно делать хорошая нагрузка приятно очень много для себя открыл 23 каких-то элемента ноги или простые вещи например смотреть при бэксайд развороте в сторону разворота это очень я до этого не смотрел туда и у меня поворот был не такой почему-то не смотрел я все время объясняю видимо просто нужно да василий даже понимаешь что ты даешь много информации а потом процессе мы это все собираем воедино потихонечку то есть я даже не представляю кем надо быть чтобы вот все что ты говоришь после первой тренировки выйти как робот не делать ты пример того как человек почти все что даю берет и используя и очень быстро реально у меня вот таких я не помню таким быстро прогрессом людей меня не было души неприятно я бы тебе предложил эту штуку сделать разогнаться и сделать бэксайд поворот в конце там вписавшись в то расстояние между порядок и группой там запасы точно будет и ты выйдешь будешь чуть ниже просесть где тебе будет никуда метров за счет приседа более низкого если страшно там можно делать так же здесь то есть а немножко разгонимся до 5 до 2 вниз назад и поедем что у димы как выяснилось на то что он уже круто пампит у него эти повороты еще несовершенным были мы сегодня поработали над ними в частности над закрытием крутых поворотов достаточно сейчас это делает но он сейчас им точно сильно зажимаешься внутри когда это делаешь посвободнее вверх должен быть более свободным голова и плечи развернуться а присед более низкий и очень сильный тонус в голеностопе передней ноги коленка задней будет под переднюю смотреть мы сейчас против педра едем поэтому дима немножко так бахтит да огромный запас был но ты немножко по-другому тело сделал нужно было чтобы коленка передняя уходила по дуге вправо а задняя под колено передней заходила да именно так вот 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 только сверху это делается от корпуса от плеч даже голова плечи давай давай может начало без препятствия круг 1 72 21 надо потрениться ваш продержать еще раз очередной я потренирую это колено обязательно под нагрузкой поворачивайся наружу сильное напряжение здесь я буду тренироваться ну что будем закругляться потихоньку у нас сегодня очень такой мощный мастер-класс на самом деле индивидуальный кто сегодня не захотел спасибо нититос что сделал подгон а то бы и дима не пришел до того что твоя доска сейчас на обслуживании посмотрим что из нее сделают ладно давай пятюню еще раз позволяю с тобой гордиться прям реально радость все убейте пример с этого чувака если кто-то катается на севере города можете его там видеть большой человек сорок восьмым размером обрыв все ребят пока